Готов? Давай. Ни хрена себя навесит. Не все мы видим в Pannotix, что мы можем прокидать вибом. Говорят, что боксарки рыбы мало. Ну-ну. Это даже не то, что первая рыба, это первая поклевка пилогического судака. Там, ну как я уже говорил, жизнь кипит, смех, угар, общение, начинается пал. Что-то меня куда-то понесло. Что? Да я что-то в ногах запутался. Она даже подбагрилась, как будто. О, пока не получается. Небольшая щучка на зеленый поролон на легком весе, прокидали точку. Уже Сема прокидал и блеснами, колебалками, я прокидал тяжелым джигом. Но щука клюнула на классическую классику. Сема, я чиста. Ну, придавил. Да, но он как-то просто... А, нет, кстати, смотри. Ну, зачет, зачет, конечно. Третий берш с этой точки. Кстати, у нас с него вот осенью в 22-м году тоже вот прям дофига их клевало. Бершей? Да, но только это больше, знаешь, как бы... Ух! Хорошо дал? Ну, вон, да, тоже всплыл. Ну, неожиданно я просто отвлекся. В 22-м году осенью здесь тоже много бершей прям было. Там с каждым заброс чуть-то клевали. Лучше. Выглядит как... У-у-у-у-у-у-у. Это нормально? Выглядит как зачет. Прям надолгом-долгом зависит я даже не качал. и вот судак сбыл из неоткуда. Он просто у меня висел под водкой, я даже не качал. Отвалился. Судак или щука? Подсак, наверно. Ну выглядит как щука. Короче проверяем пока нашу тему потихоньку. Куда там приманка на самом деле ввалилась, хрен пойми куда. Но у меня флюр по идее должна была бы срезать. Что, щука что ли? Сюда как не должен, кажется, проявиться с стороны в сторону. Но, щука не должна хватать на течение, а щуку может быть. Щука? Щука точно? Да. Здоровая. Ну да, хорошая. Но мы в целом тут таких и видели в этом месте. Ну да, они тут и гуляли. Вот такая рыбка у нас попадается. Сделаешь просто? Да, давай. На фоне ребят соседнего экипажа. Укусила? 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 Ха-ха-ха-ха. А вон она потихоньку прямо уходит, видно. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. И легала, да. И все, и спряталась. Вообще ее не видно. У меня тут отобало. А, не у меня, кстати, шаган. А, ну да, отъехал. Отъехал. Я проделал вот такую штуку от Рикикея. Такие вентиляторы, маленькие лепестки. Ну и типа получился слаг. То есть Versus Shot Fat и вот с таким вот, без основного хвоста. Вот с такой весюлькой. Блин, сожрал активно, здорово, весело. Что, дальше едем? Да, я думаю, да. Поехали дальше. Приманка рабочая. Так что, если вас откусывают пасты на верххвостах, не спешите их выкидывать. Ну да, клюет. Клевать клюет. И на ВИП и на слаг. На слаг лучше засекается. Ну, в общем-то, короче, где он клюет, более-менее, там он. О, смотри. В охо съел. Ну. А тут зачет. Ну, похоже. Нет. Знаешь, такой, в начале вес был какой-то. Ну, он всплывает просто сам по себе. Сдаётся. Зачем? Ну, нормальная работа. В воде просто кажется неним. Ну, зато, смотри, две реакции. Ну, да. На слаг. Ты не хочешь на слаг попробовать? На тёмный? Не, на ВИП нормально. Я с видами у себя слагами. Зачем что-то менять? И вот он как сразу опускается на глубину. Даже без прокола, без всего. Ну, она небольшая, если быстро всё делать. Ну, прям совсем. Прям совсем. Ну, вот я говорю, крупный, скорее всего, на первом забросе ты клюнул. А всё остальное? Ну, вообще, так должно быть, конечно. А всё остальное, это вот такая вот фигурька. Правило, вот так всё и должно быть. Что, берш, не берш? Надеюсь, берш. Берш. Ну, потому что слишком она вылетела издалека. Вот издалека она там издалека просто. Ну, издалека, да. Уже вторая у нас этих корёшек. Ну, съела глубоко. Если у тебя нет поводка, значит, на флюре где-то висит. Вылезли на поняту, ланды за швейн. Хапец он чёплый. Он, короче, реагирует, типа, сильно заранее. Ага. Я такой смотрю и говорю, сильно заранее затормозил. Он вообще не думаю, отдай же. Прям, знаешь, типа, на все. Угу. Он такой, ближе к дубушке. Ну, похоже, да. Укрупняемся вот на крупные слаги. Ну, очень мало у нас контакта крупной рыбы на другие приматы. Ну, да. На эти вот мы здесь сейчас всё, кипидалек, провалили. Глазки так блестят. Наши гулки. Сначала Уэллис один, но у него отнял второй. А, да? Да. Битва за примаку была? Ну, да. Ты говоришь, говно, говно. Ну, вообще выглядело реально как говно. А тебе что сказал Евгений Корчинский? Не все мы видим в Panopix, что мы можем прокидать вибом. Ну, пограничный, но, скорее всего, нет. Смотри, он весь, во-первых, видишь, в Элу, ну, вот это вот, в каком-то грунте. Да, и... Ну, колоть будет? Колоть? Ну, дай попробуем, спроси Николя. Николя, Николя. Смотрим. Слушай, он меня лучше... Да. Уходит не колотый. Уходит не колотый, чем колотый, да. Уходит не колотый, не колотый. Ходил. только это ну зачет да конечно главное что тепленько жереха она еще не ловила причем наверное в мире да во всем она еще жереха ни одного длина я не помню как это приманка называется дюа да причем хорош смотри такой задушку точно судя по тому что он еще не сошел туда открыл сегодняшнее утро в лодке хотя бы рыбы и запахло вот это вхождение 10 из 10 без брызг зачетно б нет пока ави пока молчит в этом месте потому что глубина небольшая течение слабая и маленький сложок его обыгрывать напоминаю что в интернет-магазине максвишен для вас подготовлен промокод на дополнительную скидку который действует как для новых покупателей так и для постоянных клиентов с клубными ценами также данный промокод суммируется с другими скидками и акциями и бонусами так что пользуйтесь пять секунд вашего времени поможет сэкономить 5 процентов от суммы заказа сам я тоже постоянно закупается в этом интернет-магазине уже порядка двух лет так что очень советую и рекомендую снята ну вроде по силуэту зачет на щучу очень было похоже да по силуэту вроде судак на большой слаг ну да зачетик на маленький слаг он взял на вид не хотел реагировать на большой слаг он хотя бы прошелся на юб вообще ничего он даже не посмотрел ну да вполне так жадно треснул конечно я был в предвкушении того что ты подходишь к коряжке да я нажал на кнопку записи и судак долбанул это как уже шестое чувство ну да если ты хочешь потренироваться и не колоть рыбу то конечно можно ловить и на расслабленном фрикционе ну вот он под лодочкой метров на 7 снова ситуация повторяется на вип ничего аномальный кислок хорошо коряжки сначала там плавала мелочь мелочь потом оба все убери теперь фотка себе обнимайся с ним поцелуй на память хочет тебя не буду затыльника даешься вон больше так не делал да понятно как будто ему подзатки когда отпускаете сомика подумайте несколько раз прежде чем сказать за бабушку или там за мамой а то могут быть неприятности да что происходит какого-то педрологического судака какого-то странно наконец-то чтобы вы понимали мы семеном здесь уже десять дней на чебоксарке первая такая рыба и это первый пелагик первым это даже не то что первая рыба это первая поклевка пелагического судака ну я согласен я уже семена весь изнылся что вот достаточно много видим пелагического судака но он не клюет и и вот под самый вечер все-таки что-то да получилось первая поклевка за 10 дней этой рыбы из толще но все равно дня три заезжали так бегло и вот наконец-то может он знает хулизыным пони полон засе вот он и живет да понятно получать красивая интересно интересно плюс еще одна паранойя ну как нормальный такой обычный клюнул резко как обычно это бывает на вибы скорее всего нет ну ты посмотри как он его съел прям с головы распорочку можно сказать но нет это не за счет но прикольного распорочку прям или чем-то не видно рынке не видно она есть ну да ходит большие клюют мягкие как обычно ну даже прям хороший ну да а в итоге держи своего 600 700 граммовика ты прям постоянно не накатывай а я там кидаю буду тоже рано или поздно может продаваться сейчас сейчас есть как будто новым ты видишь и расходится здесь это 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 на слаб Наслать в итоге? Это уже третья здесь пилогическая, да? И четвертая, которая клюнула. Она решила здесь силу оставить. У кого? Меня? Ну, для тебя, да. Видно? Да. Пузырики пускает, такая не спеша уходит. Пузыри истрам, да? Да. Чисто, вкусно. Прям не спеша так, вальяжно. Щука. Ну, щука, да. Здорово, спортсмены! Здорово! Привет, привет! Рыба есть, но не клюет. Ходят? Да. Ходят, ходят. Но не заходят, да? Но не выходят. Да, вот висит. Останавливают. Спокойно. Не-е-е. До соревнований. После соревнований отдыхать будет. То есть, смотри, даже вот считает, что лодка и вообще насрать. Даже такой. Щас только разозлится. Вроде не очень нормальный. А? Выглядит какой-то. А что там, панок? Ну, не знаю. Вроде как, нет. Так. Влюх, однозначно, да. Да? Да. А что он, какой худенький? Зачь, не зачь. Судя по панопчиксу, нет. А судя по размеру, полу, 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 полу. Не-не, это точно заяц. Думаешь? Да. Не съел прям здорово. Ну да. Хороший. Ну да. Вполне. Щуки. Ау. Где бель? Где щуки? Чайки. Чайки. Ну, чайки же там, где рыба. Ухолоте-то ничего нет. Ухолоте пусто. Ухолоте миллиард лесов. Тонны лесов. Нормальное такое бревно. Китайцы где? Ну да, я думаю, нужно. Хех. Такой, вот я тебе говорю, вообще не видно. Ну да. И вот сейчас чуть-чуть залили. Очередное бревнушко в этой локации. Ой, сбитый, набрал он со трактантом. Исключительно на трактанты, кажется, бьет. Мы же щуку тут ищем. Находим пока ее кормовую базу. С кормовой базой разобрались, осталось со щукой разобраться. Тайминги, тайминги. Время выхода. Захода, входа. Отхода, подхода. Два заброса, две поклевки, а? Вот это пенек. Вот это точка. Они прям есть, чтобы эту вот канавку снять. Ага. Три заброса уже, три поклевки. Что за точка, что за точка, а? Все, в тур. Однозначно оттуда. Немножко отжимаем, да, вот этот весок. Угу. Сейчас добавляем, что его вот этот вот пиктор-коп. Ну давай, давай. Так вот кап. Так вот кап. Что мы туда прям в недру все вот так вот размакиваем. Угу. Прозмакнули-прозмакнули, сейчас смотри. Ух ты там кто лезет. Там вообще сваня рыбит. Ну как можно было поросовать в коряшку? Угу. Не страшно. Не страшно. Смотри, кинул огрызок Рябьему Богу, и он освободит твою племянку. Угу. Пробегай. О, видишь? Надо что-то отдать, чтобы что-то получить. Блин, кстати смотри. Это же не свет? Да вроде нет. Или мог так? Сомневаюсь, нет. А новая была, да это Карина. Дело в том, что почему-то темные не работают. Даже яркую солнечную погоду? Когда казалось бы. Смотри, я кидал до этого его, да? Ну да. И нет. Причем выходил, ты видел агрессивно. А это зачет на рыбе сейчас вылезает. Хотя казалось бы, он должен лучше его видеть. Убери только курсор, поставь точку. Показывайте. Он не хочет сдаваться. Он что, дратат или парит? Да. Вполне себе. Ну, зачет точно. Ам, арбуз. Арбуз, ам. Причем на черную поролонку при этом клюет. Ну, такое вот. Судачинное. Непонятное. Что, не будем больше ловить, я думаю? Или? Попробуй видеть. Реакцию. Я могу посмотреть на... Да. Я могу посмотреть на них. Ну, а здесь рыба прям хорошая почти. Тоже зачет, да? Ну, скорее всего, да. Судя по этой, да. Пакля, отдай, пожалуйста. Ну, вот у меня тоже прям вообще. Дай. Будешь рассказывать? Да, хотели найти щуку, снова нашли судака. Ну, такой, да, небольшой, но тем не менее. Поклевка жестенькая. Поклевка жестенькая. Щучки по-прежнему нет. Что с этим делал? Будем искать. Ну, такой. Кстати, вон, даже с обратной стороны засекся, можно сказать. Хотя клюнул. Да? Хотя клюнул. А дай, пожалуйста. Не будем мерить, да? Да, я думаю, что не. Ну, и нормально. Пойдет. Ныряет, 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 ныряет. Пузыри пускает. Я думаю, что он уже на дне. Ну, как бы, нормально, чего? Ну, да. Точка в тур. Да. Чувствую, сейчас что-то будет, сказал. Правда, секретная приманка подключена. Вроде выглядел обычный. Слышишь сачек, пожалуйста, да? Сачка я такую не возьму. Хуй. Я постараюсь одной рукой контролировать тебя. Другой. Ты прикинь? Чего? Он мне сказал, что температура, и что он перегрелся. Айфон? В этот момент, да. Ну, на грудь надеюсь, я не закрыл. Там размер вообще страшный. Ты видел? Ну, такое. Она просто ее увидела. Ну, посмотрела, там рыбы немного. Готов? Давай. Мне только больше метра там рыбы на десятку. Ты видел ее? Ну, да. Вообще страшный размер. Он просто видит лодку, и такого газа дает. Это что-то близко к моему рекорду. К рекорду пала? К моему рекорду. А твой рекорд больше рекорда пала? Не знаю, у меня двенашки где-то рекорды. Это, проверяйте, миш работает, что ли? Ну, не знаю. Слагомыш? Тихо, тихо. Не произноси такой услуг. Давай я, может, тебя подержу, чтобы нет. Ну, мы тут что-то хотели уже завершать тренировку и готовиться к переезду, собирать вещи, переезжать на другую базу. Наверное, уже мало на что надеялись. Не, мы на что-то надеялись, но... Ну, явно, наверное, не на такое. В общем, пока это наша самая крупная рыба за эту поездку. Семен не хочет говорить приманку, но она съела слагомыш. Это как мышь и слаг, только все вместе. Не, ну, это не двенашка, но что-то очень близкие. Ну, так. Правда, очень близкие. Вот. Сахерные рыбы. Сделаешь быстро, пароходка отпускаем. Да все, давай здесь, отпускаем. Готов? да давай так все буквально пара секунд на секунду пара секунд ее подержали следим 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 потихоньку вальяжно все хорошо но сила намного потратила на старт и подлодку слушай она видишь до лодки у меня очень легко дошла прям вообще легко но я говорю я увидел просто в экране я понимаю то что метр плюс я гораздо из тем чего давай копаться земля она у меня идет как бы не прыгается ничего по дам было видно что дурдом вот видите обычно обычно ничего особенного нет смешки такие ну да она в итоге как за краешку полна там что-то сидя ну как бы да на заднем лежит края ну ну то есть вещь она не загнула ничего беркли power bait съедобность решает как никогда ну вот и все съезжаем из базы разнижья приезжаем сегодня новости сурскую слободу как это обычно бывает такие моменты я делаю хоть какой-нибудь отзыв о базе о том месте где мы были ночевали жили в общем разнижья очень понравилось прям действительно очень понравилось то есть лодка стоит хороших условиях тихом заливе и там заправиться зарядиться можно верно единственный момент которому можно придраться это питание потому что ну например я вообще не ем рыбу но здесь по крайней мере в этом году там вот этим летом кормили ей но уж очень часто например положат консервы там на обед и еще ужину что-нибудь сварганят семена разнижки в прошлом году жил несколько недель и сказал что за тот период рыба была всего наверное один или два раза но в этом году не займа же не повезло может что поменялся питанию а так все хорошо атмосфера здесь классная домики просторные то есть вот у нас огромный так сказать багажностей там экипировки и всего подобного спокойно разместились например вечером я мог отойти в другую комнату помонтировать видео семян мог там сидеть например в телефоне что-то поделать так что могли отдыхать друг от друга но немного трэш истории в общем когда мы приехали на базу все мы сразу выложил свою сумку стримтрейл синюю в доме и но особо мы в нее не залазили однако сегодня ну пора приезжать конечно же его смотрите какой сюрприз что у нас внутри полно муравьев полно личинок он говорит что у него сумки князь муравьиный князь да давайте пройдем еще в номер потому что наверное большая часть все же их осталось здесь в общем такая вот оказия у нас произошла не знаю как так получилось ну в общем да сумка стала на какое-то время муравейником пока проверяю ничего ли мы не забыли запишу небольшой ром-тур наверное ничего комментировать не буду сами там все увидите просто там бабушка дядя например постоянно мне говорят а люфте приснимает там как вы живете чего вы делаете где спите чего идите ну вот поэтому снимаю собственно такой вот у нас номер места много кладовая какая-то сюда ни разу не заходили вот в общем такие условия на базе разнишь я наверное кому-нибудь будет интересно кто здесь не был но и родственникам моим посмотреть где мы жили поживали эти две тренировочные недели ну вот и все мы на базе очень сурская слобода где будет проходить полуопен 24 года все спортсмены собрались в одном месте началась вот это вот движуха жизнь на базе закипела все друг друга спрашивают как у вас дела какой прогноз натурой на чё клюет вообще такие вот ситуации такие разговоры и такое общение прям но очень с одной стороны забавная но и с другой стороны интересное послушать чё там у других как по проходили тренировки то как кого пытается обмануть как ты там задеть ну в общем то участвовал баллов на соревнованиях тот сам все знает я тут постепенно монтирую первую часть которая выйдет наверное в день тишины но все последующие части конечно же выйдут уже после турнира потому что но чисто физически не успеваю это все обрабатывать принципе то можно сказать что наши тренировки подошли концу потому что уже сегодня семеном составили план прощупки по судаку на первые два дня ну третий день уже будем смотреть по ситуации так что последние два дня докатаем даже не знаю чем будем заниматься какой-нибудь в ней позанимаемся сведем вверх-вниз посмотрим что делал другие люди где-то пресекаемся мы с ними там как я уже говорил жизнь кипит смех угар общение начинается пал если честно уже появился такой предстартовый мандраж мысли все ли получится будет ли клевать рыба как она будет клевать где будет клевать на что будет клевать так что тур очень близко и очень интересно что же там в итоге получится бананы в лодке это на удачу ну вообще кстати считается наоборот не знаю мне это одно из любимых так сказать блюд продуктов лодки но есть поверен но это с моря пришло что у бананового лодка что-то не знаю наши лодки банановоза будем с алексеем проверять сегодня я думаю что здесь больше не бананы а лёха я зацепился за структурку отцеплял отцеплял привычными отстрелами вроде бы приманку отбил и на эти все манипуляции клюнул такой ук покажи вы нормально и хочу аккуратненько ой будь здоров пойдет пойдет прости ожила структурка ожила структурка не крупненькая но красивая окунь да окунь был больше но это зато с поклевкой а главное-то в рыбалке это ведь поклевка завершаем первую официальную тренировку приехали пораньше на обед понтоны все пустые а нам на воде сегодня было не очень интересно поэтому мы решили завершить тренировку по раньше да уже не знаем чем заниматься на второстепенных местах что искать что проверять поэтому решили да время туров закончилось пошел четвертый час поэтому смысла там проверять смотреть вот и больше в общем да не выру все понтоны кричала пустые но мы решили завершить тренировку и не пропускать вкусный обед уже настолько застренировался что забыл снять жилет говорят в чебоксарке рыбы мало ну 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 прям кишмет кишит с другой стороны плюс минус то же самое ну вот и все закончился накопившийся материал с тренировок с подготовки полопон рассказал вам все как есть все как было и ну насколько вы уже знаете смотрели там турнир смотрели турнирную таблицу не хватило нам чуть-чуть буквально чуть-чуть чтобы попасть в этом году в основную сетку поэтому на этом наш собственно пал 20-24 завершён думал еще сделал большой ролик о нашего выступления в турах но подумал что все основные моменты ну почти все основные моменты вы могли увидеть прямых трансляциях также совсем недавно на канале макс фишинг вышел большой фильм и туда попали тоже некоторые поимки некоторые моменты интересны которые в том числе были и в нашей лодке поэтому решил что собственно этого будет достаточно и не стал запаливаться над своим роликом что же ожидает нас впереди ну конкретно наш экипаж готовский и сазанов ожидает еще как минимум три турнира это будет плоский хищник воская заруба и кубок чемпиона в финал юсал так что еще раз выступим в чебоксарке заедем на горьковку и отправимся на новый для меня водоем очень интересно когда вот хотя бы один водоем в сезоне в соревновательном сезоне получается новый потому что новый опыт новая вода всегда прям безумно это интересно что же будет на канале на канале также будут продолжать выходить ролики собственно с подготовки турниром там тренировки выступления думаю все это будет на канале еще скоро выйдет несколько роликов с горьковки с обычных баллы которые вот находили в промежутке между полопоном и большим отъездом большим приключением на все предстоящие турниры несколько недель провели нижнем новгороде нижнурской области немного попрактиковали слове пелагики половили с друзьями с гостями обновили довольно много рекордов так что ждите скоро будет на канале но и в завершении конечно же хочется сказать вам большое спасибо за просмотр за поддержку спасибо за приятные слова на нашем выступлении мы с семеном были очень удивлены и благодарны за то что такому большому количеству людей понравилось собственно как мы отыграли этот турнир как или себя в лодке как ловили рыбу что вот был именно этот спортивный подход и надеемся что дальше будем продолжать вот по этой схеме идти по сезону так что еще раз большое вам спасибо за просмотр за поддержку будем продолжать работать и увидимся в следующих роликах на следующих соревнованиях но и на обычных рыбалках тоже всем пока чего наверно